Поздравляю всех. Это ошеломительная победа. Конечно, никто в победе не сомневался, кто в здравом уме отрезвой памяти будет сомневаться в победе Путина сейчас. Но чтобы вот так, я напомню, что таких цифр не набирал ни один президент у нас в современной истории России, и в том числе Путин Владимир Владимирович, ни на одних выборах. Сколько мы об этом говорим? Мы другие, понимаете? Когда нас кошмарят, это настолько сплачивает. Чем больше вы нас будете кошмарить, тем больше будут эти проценты. За 100, жалко, нельзя зайти, а то получилось бы это, понимаете? Потому что это прямо пропорционально вашему, дебилы, давлению на нас. Нас нельзя напугать тем, что мы перестанем проводить свои выходные в Икеи. Да плевать нам на эту Икею. И на всех на вас нам наплевать, когда вы начинаете на нас давить. Понимаете? Пока вы с нами дружили, и нас любили, и поголовки гладили, пока мы не понимали и не знали до того, как пришел Путин Владимир Владимирович, что вы высасываете из нас все жилы, всю кровь, что это вы делали все для того, чтобы мы развалились. Вы же плясали вокруг нас пляски, понимаете? Одной рукой вот так нам махали, а другой рукой вот это все делали. Мы не знали об этом. Мы верили той руке, которую мы видели, которую вы нам махали. И мы были ваши. Мы вас любили, обожали. Всенародно, по-настоящему всенародно избранный Путин Владимир Владимирович отстаивает интересы нашего народа и ведет эту борьбу, это сопротивление вашему давлению. Как это все символично совпало. Десять лет крымской весны, десять лет ликованию и гордости, которых я не испытывала никогда в своей жизни, я все-таки очень рассчитываю испытать еще когда-нибудь в своей жизни такое же ликование и такую же гордость, когда мы вернем все русские земли, оккупированные этой сумасшедшей, безумной украинской властью, когда они все вернутся родную гавань к месту постоянной переписки.